Частицы палладия и платин, насколько я понял, получали сначала на оксиде графена, а затем восстанавливали... У нас тут два подхода, и так, и так. Мы получаем и таким, и таким. Да, а вот непосредственно с использованием графена можно получить наночастицы на его поверхности палладия и платин? В каком понимании чистые графены мы не работали, понятно, нам нужно наличие кислорода группы. Мы должны быть активированным углем, а мы хотим, чтобы размер кластера был определенно распределен, поэтому в основном для нас интересен. В том месте, где сидит кислород, мы сажаем соль или зародыш, а дальше на этом зародышке у нас растет кластер. Вот тогда вот этот распределенный химически связанным концом через кислород туда, для нас это интересно, и тогда вот кластер, катализат такой более устойчивый при повторении многократных поверхностей. Именно за то, что мы изначально смогли создать зародыш. То есть мы сначала должны сказать... Момент синтеза. Момент синтеза. Катализ он вам не нужен. Катализ он не нужен, но главное, он держался бы, у нас не бегал по поверхности. Нам нужно немножко искривленную поверхность. Вот когда наличие кислорода, он дает искривленную поверхность, и бегает... Я понял, что поверхность будет удерживать нам чистить кислородию. Ну, можно, конечно, может быть... А если кислорода нет, то они будут по поверхности бегать. Да, и подвесно при многократном цеплевании у вас характеристик может изменяться. Потому что характеристик зависит от размера кластера. Продолжение следует...